Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, уважаемые телезрители! На календаре 27 мая, а мы продолжаем телевизионное утро пятницы. Сегодня в нашей программе речь пойдет о людях с ограниченными возможностями здоровья, об особенных детках. К сожалению, год от года проблем таких людей не становится меньше. Ведь недаром глава нашей республики Рашид Борисбевич Тимрезов объявил текущий год годом, цитирую, людей с безграничными возможностями. А ведь в самом деле, иногда просто поражаешься силе воли таких людей, их удивительным талантом. Итак, мы продолжим нашу программу сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-10, в горах минус 1-4, днем плюс 20, плюс 25 и местами до плюс 16. В Черкесии без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 22-24 градусов тепла. Проблемы, связанные с детьми с ограниченными возможностями здоровья – острый вопрос в современном российском обществе. Начиная с законодательными актами и социальными организациями, до атмосферы, в которой живет и воспитывается ребенок, все это ряд первостепенных задач, которые необходимо решать как можно быстрее. Число детей-инвалидов с каждым годом становится все больше. Этому способствует много факторов, в том числе и неблагополучная беременность будущей мамы. Проблема социальной адаптации таких детей сейчас очень актуальна. Тяжело быть инвалидом во взрослом возрасте, а с самого рождения быть им еще тяжелее, ведь в детские года ребенок очень многое постигает и многому учится. Инвалидность становится своего рода барьером, преградой для детских достижений. Непонимание, пренебрежение, невежество, предрассудки, страх – это социальные факторы, которые являются препятствием для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и ведут к их изоляции от общества. Они замыкаются в себе. Предубежнение, оно всегда против этих детей существовало. Ищут родственников где-то в седьмом поколении, если у кого-то какие-то проблемы были. Сегодня доказано, что в синдромном дауна в любой семье может появиться ребенок. Сегодня доказано, что, возможно, есть некая склонность в типе характера у человека, у родителя, и появляется ребенок с аутизмом, а может, это приобретенное. Есть дети, которые вообще молчат, которые пережили тяжелейшую травму, и эта травма не была замечена взрослыми. И они молчат. Это же тоже не о генетике. На сегодняшний день молодое поколение – это именно то поколение, на которое мы должны делать ставки. Мы, безусловно, должны рассказывать и вводить в жизнь общение между детьми. Вне зависимости от расы, формы носа, особенностей развития. Именно новое поколение, которое еще не знает этого предупреждения, могут, в принципе, поменять что-то в нашем обществе. Я думаю, это главная цель, и это главная аудитория наша. Для более старшего же поколения, скорее всего, просто просветительская работа. Объяснять, что это не страшно, что это не опасно, что это не заразно. Объяснять, что самое главное, объяснять надо, что многие проблемы со здоровьем у детей, особенно на сегодняшний день, это не генетика, к сожалению. Мы проходим такой этап, когда вот детки с ДЦП, вот приходят детки с ДЦП, и на этапе встречи я понимаю, что даже близкие родственники не до конца понимают причину изменений. ДЦП 95% что-то пошло не так в родах. Детям с ограниченными возможностями здоровья необходима помощь и понимание не только родителей, членов семьи, но и общества в целом. Только тогда они по-настоящему почувствуют, что действительно нужны, что их любят и ценят. Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на первый план выходят две основные – отношения окружающих и образование таких детей. Сейчас доброжелательное отношение общества мы видим, да, со стороны общества видим осуждение людей, когда вот какое-то они показывают, ну, негативное отношение. И, конечно, к этой, ну, очень много, мне кажется, приложено усилий, чтобы вот это все изменилось. И, как бы, государство ориентирует на это, конечно, общественные организации, органы власти. Тут это была, наверное, такая очень качественная совместная работа. Мы в 2021 году получили федеральную грантовую поддержку на реализацию данного проекта. В 2021 году была начата реализация, был создан микрореабилитационный центр, то есть такая служба была создана. И какие услуги эта служба оказывает? Ну, вот на самом деле для нас это очень важное направление, которое мы будем развивать, и поручение главы республики мы получили, увеличить охват семьи с детьми, инвалидами, которые пользуются данной услугой, увеличить перечень технических средств реабилитации. То есть эта служба занимается тем, что специалисты для каждой семьи разрабатывают такой реабилитационный маршрут. То есть ребенок в привычной домашней обстановке продолжает получать курс реабилитации. То есть мы закупили в рамках этого проекта технические средства реабилитации. И по индивидуальной потребности этого ребеночка мы выдаем средства реабилитации, и они продолжают дома реабилитационные услуги. Параллельно мы обучаем родителей пользоваться техническими средствами реабилитации. То есть создается такое реабилитационное пространство в домашних условиях. У нас есть районы труднодоступные, у нас есть дети, которых тяжело привозить оттуда. И они остаются без этого контакта со специалистами, вообще с внешним миром. Они не могут заглянуть за стены своего дома, по большому счету, и понять, что что-то они в своей жизни, и родители, и дети могут поменять. Поэтому этот проект, я думаю, был очень значим. И спасибо нашим технологиям, которые сейчас у нас появились, мы можем онлайн работать с этими детьми. Это тоже часть инклюзии на самом деле. Возможность интегрировать в наше общество этих детей, быть с ними в контакте, доносить, что в этом мире есть люди, которым они не безразличны. И их судьба тоже. К сожалению, здесь под этой пятой, под пятой этой проблемы, этого удара, я не знаю, как это назвать, это испытание, остается вся семья. И родители, и близкие, и братья, и сестры. То есть бывает очень часто, что даже старшие или младшие братья берут на себя нередко ответственность за этих детей, лишая самих детей, кстати, самостоятельности. Инклюзия в том числе и имеет место быть, потому что это шанс этим детям понять, что они чего-то стоят, что они могут быть самостоятельны. Мы работали, мы работали с родителями. У нас была группа, в которой мы беседовали с родителями о их переживаниях, о том, что они могут сделать для себя, как они могут позаботиться о себе, чтобы иметь ресурс, заботиться о ребёнке. Индивидуальные встречи были с детьми. Мы записывали обучающие видеоролики для родителей и для детей. Мы скидывали материалы, которые они могли бы распечатать, или какие-то развивающие игрушки, которые они могли бы сделать своими руками. И объясняли, что очень важно в этом проекте для меня, по крайней мере, было, что мы родителям можем донести, что вот эта маленькая деталь в нашей работе – это начало чего-то более серьёзного. Потому что умение просто, не знаю, поделиться между тобой и мной, поделиться, допустим, брали игрушку, шарики какие-нибудь, или игрушки, говорили «тебе», «мне», «тебе». Мне это вовлечение в мир тоже, умение оторвать, то есть отделить чужого от себя, начало сепарации, начало ассоциативного мышления. Казалось бы, самая простая игра, и многие просто не понимают вообще, о чём она, почему вот в эту глупую игру надо играть с ребёнком. И наш шанс донести до родителя, что это важно, и включить подобные очень простые игры в жизни, и развитие их ребёнка, это было очень важно на самом деле. Наш коллектив всегда радовал за раннюю диагностику, грамотную коррекционную работу и подготовку. Подготовка, она может вестись не в плане его интеллектуального только развития, но и в его психологической готовности. А психологическая готовность – это всегда самоконтроль. И мы копнём чуть дальше и скажем, что самоконтроль на самом деле строится в базе с контроля тела. Все волевые качества начинаются с контроля тела. И поэтому одно из значимых таких направлений работы с дошкольником – это его всегда физическое развитие. К сожалению, даже у норматипичных детей сейчас некая подмена физической активности на гаджеты, на такое времяпрепровождение больше дома. Но при этом не развивается то базовое, что должно быть. И очень жаль, что это недооценивается родителями. Не стоит покупать дорогую одежду, если вы боитесь, что ребёнок её порвёт. Купите дешёвый, но позвольте ребёнку двигаться. Потому что контроль – это ещё ствол мозга. И это где-то вот прям глубоко-глубоко-глубоко. Но знаете, как фундамент? Если мы поднимаем слабый фундамент, дом стоять не будет. Вот фундамент – это его физическое развитие, мышление, память, воображение и внимание. Я ещё даже не говорю о речи. К школе, когда этот фундамент сильный и крепкий, мы уже можем говорить о том, что мы работаем уже над новым этапом развития ребёнка, над письменной речью. И мышление выходит на новый уровень. Но для этого вот эту базу, этот фундамент надо построить настолько, насколько мы можем, из тех материалов, которые у нас есть. Ученица 4-го класса Алана Иркенова – особенный ребёнок. И главный человек в её жизни, мама Марина, приняла правильное решение – не замыкаться, не прятаться и не бояться, а дать возможность своей девочке жить полной жизнью, жить в обществе, расти и развиваться. Пожалуй, первым серьёзным испытанием стала школа, куда Алана пришла 4 года назад в первый класс к своей первой учительнице. Конечно же, когда я начинала с ней работать, когда я только узнала, что ко мне придёт особенный ребёнок, конечно, был некий страх. А как я буду с ней работать? А получится ли он у меня? Насколько она меня воспримет как учителя? Насколько ей будет нравиться? Насколько она будет успешна? Потому что каждый ребёнок, конечно же, приходя в школу, особенно в первый класс, они идут все с таким желанием, с таким рвением, с невероятным, скажем так, интересом, любопытством. И, конечно же, мне было интересно, как и я смогу взаимодействовать с таким ребёнком. Первое время было нелегко, даже страшно. Нет рядом мамы, новые лица, учитель. Всё новое и доселе неведомое. Адаптация проходила немного сложнее, чем ожидала. Но... Но в школе ей нравится. Ей нравится класс, ей нравится общаться. Она очень любознательная, очень любопытная. Она очень много задаёт вопросов. Она любит учиться. И ей нравится вот это, испытывать вот этот момент, когда что-то у нас получилось. Что-то я узнала, что-то я смогла. И она тянется. Она очень любит, когда её похвалишь, когда дашь такой заряд энергии, что да, получится, да, ты сможешь. Постарайся, приложи немножечко усилий, и всё получится. Конечно, за четыре года у нас были разные ситуации. Путь был нелёгким, скажем так, и для меня, и для неё. Но сейчас она уже достигла больших успехов за четыре года. Шаг за шагом, постепенно, потихонечку. Мы пришли к тому, что мы учимся наравне со всеми. Мы отлично пишем, хорошо читаем для своих особенностей. Она очень активно работает на устных уроках. Да, письмо даётся чуть-чуть сложнее, но она очень хорошо пишет, исходя из особенностей своего здоровья. Но отвечать устно, дополнять, задавать вопросы. Она очень любит, ей нравится, у неё отлично получается. У ребёнка прекрасная память. Она пересказывает текст практически дословно, как только она его прочтёт. Или ей прочтут вслух. У неё очень хорошо развита именно слуховая память. Конечно, очень тяжело сосредоточиться на работе какой-то. Но вот такие успехи, когда я начинала с ней работать, я не думала, что мы сможем достигнуть такого уровня работы с ней. Скажите, как дети привыкали к её присутствию в классе? Есть ли у неё друзья? И вообще, как складываются взаимоотношения внутри детского коллектива? Внутри детского коллектива в начале, в самом, как только она пришла, конечно, в начале они все привыкают к друг другу, не все друг друга знают, они только знакомятся. Но как-то в течение первого полугодия дети быстро привыкли. Это не вызывает никаких эмоций. Они привыкли. Для них она такой же ребёнок, как и все остальные. Они общаются, они помогают. И что для меня очень важно, что они это делают сами. То есть мне не надо говорить о том, что давайте поможем или помогите. Они сами стремятся помочь, если это необходимо. Она нашла себе подружек, она с ними активно общается, она с ними беседует, они там созваниваются сами, в гости ходят. То есть она нашла общий язык и нашла себе друзей. О профессии тьютера в России впервые заговорили более 20 лет назад. Но интерес со стороны родительского сообщества появился совсем недавно. И хотя многие до сих пор не подозревают об огромной роли тьютера в образовательном процессе, уже сейчас понятно, что школа будущего вряд ли сможет обойтись без этой позиции. Тьютером в педагогическом сообществе называют человека, который сопровождает ребёнка в учебном процессе, помогает ему решать многие образовательные и организационные вопросы. И это далеко не всё. Тьютер видит, что у ребёнка не получается, на что сделать упор, как ему помочь перешагнуть это. Возможно, тьютер один сам не в состоянии развернуть ребёнка к школе, но он тот посредник, он тот человек, который доносит особенности ребёнка до специалистов. Он тот человек, который говорит о том, что вот у нас программа минимального развития, ближайшего развития и программа актуального развития. То есть мы вот сейчас не можем делать вот так вот, рассчитываем научиться вот этому, а видим цель далёкую, вот так вот. Поэтому тьютер – это такая вот фигура значимая. Я бы просто вывела историю тьютера из истории просто «Одеть обуть». Это друг, товарищ, наставник, наверное, скорее всего. И наставник не только для ребёнка, но и для родителей. Для Аланы таким наставником стала Рызиат Казакова, потомственный педагог с большим учительским стажем. Рызиат Рубеевна, почему вы решили стать тьютером для Аланы? Что вами двигало, какие чувства? Прежде всего, чувство любви ко всем детям мира. И когда я впервые увидела Алану, я её так сразу полюбила. Она такая улыбчивая, она такая солнечная, она такая милая, нежная. И она так ласково посмотрела в мои глаза. И я прямо хотела, прямо бы, вот сердце своё отдать была готова. Эта девочка такая тихая, но она такая чуткая. Она такая вежливая, нежная и очень чувствительная. Так она какая особенная. Они вот, если где-то есть какой-то физический недостаток, видимо, это компенсируется душевной красотой, сердечной чувствительностью. Алана, кроме всего этого, тоже время имеет свой твёрдый характер. Она вот так, не просто так уступит. Если она что-то так задумала, она тебе скажет и сделает по-своему. Или там какие-то вопросы она тебе задаст. Она с характером к тому же, и при том с твёрдым характером. И мне что нравится, она самостоятельная. Она старается всё сделать сама. Сама. И делает практически всё сама. Я просто рядом сижу, контролирую, и очень редко чем-то ей вот так вот помогаю. Она любит самостоятельность. Она хочет сама обходиться без чьей-либо помощи. И она вот с детства к этому приучена. Она гордая. Я даже не считаю это за работу. Мы с ней дружим, мы с ней вместе учимся. Мы любим друг друга, мы уважаем друг друга. Дружить, помогать и не бояться. Вот, пожалуй, те ключевые позиции, которые должны быть заложены в формулу взаимоотношений, особенный ребёнок плюс педагог, особенный ребёнок плюс социальный работник, особенный ребёнок плюс... До таких примеров может быть немало. Главное, чтобы в результате этих плюсов появилось единственное правильное решение. Создание жизненно важных условий, в которых будут жить и развиваться те, кто очень нуждается в нашей заботе и участии. Ведь только совместная работа педагогов, родителей и социальных работников и общества в целом позволит решить проблемы развития личности ребёнка, его социальной реабилитации и адаптации в будущем. Дети с ограниченными возможностями здоровья – наши дети. Это часть всего земного человеческого потенциала. Люди с ограниченными возможностями могут всё или почти всё. Им просто нужно помочь. Главное – не опоздать. Ну что ж, друзья, на сегодня это всё. Завтра свой профессиональный праздник отмечают наши славные пограничники. Встречу с ними смотрите в 8 часов утра. Ну а я прощаюсь с вами до новых встреч. До свидания. Всего вам самого доброго.